Еще раз, чтобы показать, что никакого тайника в основании ящика нет. А вы можете еще и рассмотреть привлекательных ассистенток. Обратите внимание, первый ящик стоит на козлах, так что ассистентка не сможет из него выбраться незамеченной. Помните, эти опасные трюки выполняет фокусник мирового класса. Пожалуйста, не пытайтесь повторить их у себя дома. Ящик медленно опускают, и у нас полное впечатление, что девушку внизу вот-вот раздавит. Но если бы это происходило на самом деле, вы наверняка уже слышали бы ее крики. Как только второй ящик полностью входит внутрь первого, дверцы снова открывают. Давайте посмотрим. Здесь ее нет. И здесь тоже. Похоже, что наша милая помощница раздавлена тяжестью ящика. Но мы знаем, должно быть другое объяснение. Как только дверцы закрывают, ящик поднимают в воздух. Когда дверцы открывают еще раз, мы видим, что очаровательной ассистентке каким-то чудом удалось выжить. Может, все-таки волшебство? Я так не думаю. Как же ей удалось выжить под прессом? В чем секрет? Хотя все выглядит так, будто наша ассистентка расплющена ящиком, это просто оптический обман. Если убрать боковую стенку, то вы увидите, что задняя часть ящика наклонена под определенным углом. И здесь достаточно места, чтобы она могла спрятаться. Для таких фокусов нужна очень ловкая девушка, иначе результат окажется плачевным. Как только дверцы закрывают, ассистентка занимает место в углублении. Смотрите, как быстро она пролезает в это крошечное пространство. Нужно действовать предельно осторожно, так как для нее вполне реальная опасность быть раздавленной тяжестью второго ящика. Вот как это выглядит изнутри. Да, невероятно тесно. Когда дверцы снова закрывают, ящик начинают поднимать. Теперь она может выбраться из своего укрытия и завершить трюк. Дверцы открываются, и она перед нами. Еще прекраснее, чем была. Сейчас наш фокусник в маске с помощью своей очаровательной ассистентки продемонстрирует вам иллюзию телепортации. Своих ассистенток фокусники часто используют лишь для того, чтобы отвлечь внимание зрителей. Но не в этом случае. Здесь она важная участница фокуса. Фокусник дает вам возможность рассмотреть его помощницу и делает это намеренно. Он поднимается с ней на верхнюю платформу. Они танцуют и тем самым показывают, что спрятаться там негде. Фокусник платком связывает руки помощницы. Крепко. На два узла. Убедительно. Он переходит на вторую платформу. Взбирается по лестнице, занимает позицию. И подает сигнал. Поднимаются занавесы. Занавеса опускаются. Наша прекрасная ассистентка, как по волшебству, оказывается на другой платформе. Возможно ли это физически выполнить? Вряд ли. Когда мы расскажем вам технологию этого фокуса, вы будете поражены ее простотой. Узлы на платке, которым фокусник связывает руки девушки, скользящие. Она его легко сбрасывает и ложится на дно платформы. Допустим, она спряталась. Но как она попала на другую платформу? Между ними три метра. Может быть, зеркала? Голографическое изображение? Смотрите. Совершенно верно. Это близнецы. Но для этого трюка нужны не только близнецы, но и идеальная синхронность действий. Трюк исполняется на высоких платформах. Зрителям не видно, где прячется одна из девушек-близнецов. Под этим углом она вне поля зрения. Фокусник связывает первую из близнецов. Идет на другую платформу. Занавесы поднимаются. Девушка сбрасывает платок и прячется. Главное, что требуется в этом трюке – гибкость. На другой платформе ее сестра-близнец прячется точно так же в ожидании момента своего магического появления. Когда занавес поднимают, она встает с красным платком на руке. Ее нежно обнимает наш фокусник. И трюк закончен. Посмотрим еще раз. На двойном экране видны одновременные действия. Я вам признаюсь, фокусники любят работать с близнецами. А вы думали, близнецы хороши только в рекламе? Далее в программе. Удивительный секрет опаснейшего в мире фокуса Гудини – побег из подводной тюрьмы. И вы узнаете, как пронзить стрелой девушку, не пролив ни капли крови. Спорт. А сейчас фокусник в маске превратит свою ассистентку в самую сильную женщину на земле – стальную леди. У нее и так стальные мышцы, но это не трюк. Чтобы превратить живую плоть в сплошную сталь, нужен гипноз. Не отрываясь, девушка смотрит на хрустальный шар. Фокусник еще и первоклассный гипнотизер. Она уже под действием его чар. Внезапно ее тело обмикает. Фокусник полностью контролирует ее разум и тело. Она выглядит слабой и безжизненной. Но ненадолго. Он приказывает ей поднять руку. Он управляет ее телом. Затем своей волей он наделяет ее нечеловеческой силой. Поразительно. Она может удержать его вес на одной руке. То же он проделывает и с другой ее рукой. Хороший старт. Что дальше? На ее руке он отрывается от пола. Она все еще в глубоком трансе. Теперь он подзывает помощниц. Они взбираются по лесенкам. Сейчас стальную леди ждет суровое испытание. Непостижимо. Она удерживает на руках сто килограммов. Она действительно самая сильная в мире женщина. Но не верьте своим глазам. Как это ему удалось? Этот трюк исполняется с помощью ловкости рук из самого обыкновенного стула. Невероятная гипнотическая сила фокусника. Не, блеф. Да вы и сами догадались. А теперь то, что вы наверняка не знали. Пока он делает вид, что превращает помощницу в стальную леди, он пытается на самом деле кое-что от вас скрыть. Он незаметно выдвигает металлические бруски, спрятанные в спинке стула. Вот как это выглядит без помощницы. Но и это еще не все. Это стальной стул, но выкрашен под дерево. И крепко привинчен к полу, чтобы не опрокинулся. Кажется, что ассистентки встают на руки загипнотизированной девушки. Но на самом деле они стоят на металлических брусках. От них требуется идеальная равновесие и отточенная координация движений. Стальная леди должна держать руки неподвижно, в определенном положении, чтобы зрители не видели бруски. Вот и весь фокус. Теперь немного классики. Старинный фокус исчезновения платков. Фокусник показывает зрителям самые обыкновенные платки. Ничего особенного в них действительно нет. Эти платки он засовывает в стеклянный цилиндр. Смотрите внимательно и постарайтесь разгадать фокус. Готовы? Раз, два, три. Все. Плотки исчезли. Как он это сделал? Иногда руки действуют быстрее, чем глаза. Этот фокус доказывает, что платки могут двигаться еще быстрее. Вам не видно, но платки связывает тонкая леска. Она протянута сквозь рука фокусника за его спиной и вдоль другой его руки. Он вытягивает руки, леска натягивается и платки исчезают в его рукаве. Даже если показать вам все в замедленном темпе, леска почти незаметна. Но мы знаем, что у фокусника всегда что-то спрятано в рукаве. А сейчас наш фокусник, вопреки законам физики, пройдет сквозь кирпичную стену. Сначала он продемонстрирует свои удивительные способности с помощью обычного яйца. Он прижимает яйцо к стене и оно исчезает. А теперь он чудесным образом вытаскивает яйцо из стены с другой стороны. Вы видите, яйцо настоящее. Но здесь явно что-то не так. Теперь сам фокусник должен пройти сквозь стену. Ставится специальная ширма. Вы видите его тень. Она движется к стене, а затем исчезает в ней. Теперь очередь помощницы продемонстрировать свои актерские способности. Она делает вид, будто фокусник застрял внутри стены. Она пытается услышать, есть ли хоть какие-то признаки жизни. ширму переносит на противоположную сторону и процесс повторяется в обратном порядке. Полное впечатление, будто маг появляется из стены. Ширму уносит и фокус завершен. Выясним, как это делается. Стена действительно из кирпича. Фокус не в этом. Начнем объяснение с яйца. С противоположной стороны видно, что это всего лишь обычный трюк. Как в фокусе, когда монетка исчезает, а затем ее достают у вас из-за уха. Посмотрим еще раз. Выглядит так, будто фокусник проталкивает яйцо в стену. Но если посмотреть с другой стороны, то видно, как он прячет яйцо в другой руке и зажимает его в ладони, когда переходит на другую сторону стены. Зритель по-прежнему не видит яйцо. Но с другой точки видно, что делает наш фокусник для того, чтобы оно появилось словно из стены. Ассистентки приносят ширку. Включается свет. Вы видите тень фокусника. Вот как это выглядит спереди. Фокусник приближается к стене. Осветитель постепенно приглушает свет. И теперь кажется, будто волшебник исчезает внутри стены. Дойдя до края ширмы, он ускользает. Ассистентка, будто бы изучая стену, отвлекает внимание зрителя на себя и дает возможность фокуснику пробраться за ширму. Девушки переносят ширму на противоположную сторону. Фокусник идет под ее прикрытием. Все делается очень аккуратно, иначе зрители заметят его ноги или тень. А это может сорвать весь эффект фокуса. Ширма устанавливается, и процесс повторяется в обратном порядке. Маг движется вперед и будто по волшебству материализуется из стены. Но теперь мы знаем, что это был всего лишь трюк. Огонь. Магия. Разоблачение. Чтобы ошеломить зрителя, самого фокуса мало. сценическое мастерство вот что помогает достичь нужного эффекта. В следующем номере фокусник будет оживлять эти древние доспехи. Его помощницы выкатывают на сцену большой контейнер. Открывают двери сзади и спереди. И тут появляется фокусник. он по частям начинает собирать доспехи. Они сделаны из крепкого железа и в собранном виде весят больше, чем взрослый человек. Это один из древнейших фокусов. Говорят, его придумали более ста лет тому назад. Доспехи начинают принимать очертания человеческого тела. Чувствуете, они оживают. я это чувствую. Фокусник прикрепляет к панцирю правую руку. Я вас уверяю, внутри контейнера спрятаться негде. Теперь черед левой руки. он берет шлем и выдружает его на место головы. Доспехи полностью собраны. двери закрывают сначала спереди, потом сзади. Внимание! Фокусник забыл очень важную деталь. Меч. Возможно, это ключ к разгадке магической силы доспехов. ассистентки нашего мага исполняют ритуальный танец. Я не уверен, что это поможет оживить доспехи, но танец интригует. Двери открывают. Вам кажется, что ничего не изменилось? Но картина обманчива. Фокусник протягивает меч. И внезапно доспехи оживают. разве это возможно? Здесь есть свои секреты. Когда контейнер первый раз выкатывают на сцену, фокусник сидит внутри. Вместе с актером одетым в доспехи. Контейнер открывают, задняя дверь открывается на долю секунды раньше передней. Актер получает возможность скрыться из виду. Эта простая уловка помогает убедить нас в том, что контейнер пуст. Фокусник собирает доспехи. Как только переднюю дверь закрывают, начинается сам фокус. Актер спешно входит в контейнер и убирает доспехи туда, где зрители их не увидят. Танцовщицы отвлекают внимание аудитории. Это важно, потому что актеру нужно время, чтобы привязать доспехи к задней двери. Передняя дверь распахивается и зрителям невдомек, что они видят другие, но точно такие же доспехи. доспехи оживают и фокусник в маске вновь оказывается на высоте. А сейчас фокусник в маске пронзит насквозь девушку стрелой и не прольет ни капли крови. Он завязывает ассистентке глаза, чтобы она не видела направленного на нее оружия. Фокусник идет в другой конец сцены. Ему передают специальную винтовку. Он тщательно проверяет оружие, просит принести патрон. Ружье заряжено и готово к выстрелу. Теперь стрела. Она вылетает на огромной скорости, поэтому он обвязывает вокруг нее ленту. Мы ведь точно должны увидеть, как стрела пронзит насквозь тело ассистентки и поразит мишень. Он опускает стрелу в ствол ружья. Он готов выстрелить. фокусник встает на одно колено, прицеливается точно в цель. Лента прошла сквозь живот ассистентки и угодила в мишень. Больно? Посмотрим еще раз. Стрела пронзает насквозь тело несчастной девушки и вонзается прямо в середину мишени. Но где же кровь? И в чем секрет? Чтобы понять, как выполняется этот фокус, давайте внимательно проследим за каждым элементом. Сначала ружье. Оно настоящее, но патрон в нем холостой. От него лишь облако дыма в момент выстрела. Потом стрела. Она опускается в ружье, но из ствола не вылетает. К концу ленты признаемся привязана тонкая леска. Леска протянута за рукой фокусника и вам ее не видно. Лента свободно обматывается вокруг стрелы и соскальзывает с нее во время трюка. К началу представления леска уже протянута от ленты вдоль пола по направлению ее движения и далее внутри специальной трубки, спрятанной под платьем у ассистентки. Леска входит в изогнутую трубку, закрепленную на теле девушки. Дальше выходит из трубки и тянется к отверстию в центре мишени. Видите человека за мишенью? Он здесь неспроста. Мы объясним, почему он там. Дальше леска проходит сквозь мишень, ее конец привязан к мешку с песком, подвешенному высоко под потолком. В момент выстрела пешок опускают и его тяжесть тянет за собой леску и ленту прямо сквозь помощницу. Посмотрим еще раз. Фокусник стреляет, лента вылетает из ружья, проходит сквозь трубку на теле помощницы и уходит в отверстие мишени. Вопрос. Если стрела не вылетает из ружья, как она попадает в цель? Вот где разгадка. За этой черной вертикальной планкой спрятана вторая стрела. Стоящий за мишенью ассистент по сигналу освобождает вторую стрелу. Теперь понятно, как стрела попадает в цель. Замысловато, но в то же время просто, если знать в чем секрет. Далее вас ждет удивительная тайна знаменитого фокуса в Удине побег из подводной тюрьмы. Вы смотрите программу Магия разоблачения. На очереди трюк, который может открыть вам тайну личности нашего фокусника в маске. Излагаем его суть. Одной из ассистенток предложено сыграть роль палача. Задача фокусника выбраться из мешка до того, как палач сорвет с него маску и покажет на весь мир его лицо. А ведь этот фокус может стоить карьера нашему фокуснику в маске. Сначала фокуснику связывают руки. Затем палач завязывает ему глаза и сажает в мешок. Мешок помещают в камеру из трех перегородок. Крепко затягивают. двери закрывают а замок запирают. Теперь девушка палач надевает свой капюшон. Она движется вокруг камеры. на ней одежда палача. Но девушка должна танцевать. Это обязательная часть ее работы. Палач открывает двери и показывает, что фокусник все еще внутри. Двери закрывают и запирают на замок. Палач еще раз проходит вокруг камеры. Затем снова открывает двери. Снимает с фокусника маску. Но постойте, ведь это наш палач. А кто под капюшоном? Вы угадали. Это фокусник в маске. Вот так сюрприз. Как ему это удалось? Секрет в том, что в самом начале фокуса за камерой, когда ее выкатывают на сцену, прячется вторая ассистентка. На ней тоже плащ и капюшон палача. Кроме того, на задней двери висит еще один халат и капюшон палача. А также вторая маска фокусника. Зачем? Вы узнаете через минуту. Палач надевает капюшон, начинает танцевать по кругу. Вот тот момент, когда происходит первая подмена. Палач снимает капюшон, а вторая ассистентка занимает ее место и, танцуя, выходит на передний план. Фокусник все еще заперт внутри. Он размыкает потайное звено в цепи, чтобы выбраться из мешка и поменяться местами с палачом. Палач берет вторую маску фокусника и через заднюю дверь меняется местами с магом. пока вторая помощница отвлекает внимание с помощью кинжала, первый палач успевает надеть маску фокусника и забраться в мешок. Когда двери открывают первый раз, зрители не догадываются, что подмена уже свершилась и в мешке под видом фокусника первый палач. Вторая помощница тоже в костюме палача. Тем временем сам фокусник прячась за камерой надевает плащ и капюшон палача. Вторая помощница уходит за камеру и передает кинжал фокуснику. Фокусник принимает у нее эстафету и выходит на сцену из укрытия. открывает двери. Зрители думают, что в мешке фокусник, но мы знаем, что его там нет. Маску снимают и выясняется, что в мешке первый палач. А личность фокусника так и остается загадкой. Для всех он по-прежнему фокусник в маске. А сейчас старинный трюк с голубями. Фокусники его любят. Это простой фокус. Сейчас вы увидите, как они появляются и исчезают. Фокусник открывает клетку. Настоящие великолепные голуби. Он сажает первого голубка в клетку и закрывает крышку. Второго голубка не бойся, малыш, залезай. Маленький фокус-покус и... голуби исчезли. Как он это сделал? Может быть, голуби были спрятаны у него в рукаве? Там их нет. Отсюда хорошо видно, голубей действительно сажают в клетку. Сначала первого. Потом второго. Не пишите нам письма, голуби не пострадают. Крышку закрывают. Объясняем фокус. В крышке есть потайное отделение, куда и прячут голубей. Фокусник передает крышку помощнице и она закрывает потайное отделение. Вот они где. Два пернатых друга уютно устроились в крышке. Совсем не похоже на магии. Не правда ли? А сейчас фокусник в маске покажет номер под названием коробка боли. Только настоящий профессионал может продемонстрировать такой опасный трюк. Он открывает коробку, она совершенно пустая. Несчастной ассистентке предстоит выдержать настоящую пытку. Девушку ставят на колени и заставляют просунуть голову в коробку. В таком положении она простоит весь фокус. Похоже, она даже не представляет какая пытка ее ждет. Коробку закрывают. На запястье помощницы надевают наручники. Приносит меч. Настоящий острый. Вам кажется, что он проходит сквозь коробку и пронзает голову помощницы. Неприятно. Теперь кинжалы. Первый кинжал вонзается в коробку и вам кажется, что вы испытываете те же муки, что и несчастная ассистентка. Второй кинжал вгоняют в коробку. Девушка сжимает кулаки от боли. За что такие муки? Голова ассистентки внутри коробки, а не за ней. Девушке не выжить. Но она еще подает признаки жизни. Это оставляет надежду зрителям. Еще один кинжал вонзается в коробку. Клинок входит полностью. ассистентка вздрагивает. Страшно смотреть. Уже вся коробка истыкана кинжалами. На этом фокусник не останавливается. Есть место еще для одного. он вонзает последний кинжал. Лучше не смотреть. Неприятная сцена. Подождите. Голова ассистентки исчезла. Ее обезглавили или это очередной трюк? Кажется, уцелеть невозможно. Но мы всему найдем объяснение. Коробка гораздо глубже, чем кажется. Это позволяет фокуснику спокойно вонзать кинжалы, не задевая головы помощницы. но нам показалось, что ассистентка обезглавлена. Как он это сделал? Ответ прост. Зеркала. Фокусник отвлекает вас с помощью наручников. Другая ассистентка устанавливает зеркала в верхней части коробки. И вместо головы помощницы мы видим отражение внутренних стенок коробки. С этого ракурса видно, зеркала выдвигаются, а помощница отводит голову назад. Меч играет важную роль в этом фокусе. Он закрывает стык между двумя зеркалами, и вам кажется, будто вы видите всю коробку до задней стенки. Лезвие кинжалы входят вокруг головы помощницы, не нанося ни единого пореза. Лезвия задевают волосы девушки. Дверцы открываются, и оптическая иллюзия срабатывает. Интрига завершена. Далее в программе фокусник в маске рискнет жизнью, чтобы раскрыть секрет знаменитейшего фокуса Гудини побег из подводной тюрьмы. Многие трюки сложны, но этот особенный. Фокуснику в маске придется действительно рисковать жизнью. Этот фокус легендарного Гудини очень опасен. фокусник убеждается, что камера воздухонепроницаема. В нее залито примерно две тысячи литров воды. Верхнюю крышку камеры снимают, и фокусник начинает готовиться к опасному трюку. Ассистентка защелкивает на его запястьях наручники. его ступни сжимают в отверстиях крышки, словно заковывают. Поднимают в воздух. Зрители этого фокуса знают, время ограничено. Кровь быстро приливает к голове, и фокусник может потерять сознание. Он старается сохранять спокойствие, стабилизирует пульс. Он ведь должен как можно дольше продержаться под водой, а для этого требуется исключительная физическая выносливость. Фокусник зависает над камерой. Последний вдох, и по его сигналу его начинают погружать в воду. Камера заполнена до краев. Вытесненная вода выливается. Ассистентки плотно закрывают крышку и запирают ее на замок. Фокусник находится под водой уже 30 секунд. поднимают занавес. Сколько он сможет продержаться? Надеюсь, долго. Мы обходим камеру вокруг. Фокусника за задней стенкой нет. Занавес немного приподнимают. вы видите, фокусник пытается освободиться. Удастся ли ему? Занавес опускают. время идет. Напряжение возрастает. Чтобы оттуда выбраться, требуется настоящее чудо. Занавес поднимается. А где же наш фокусник? вот он. Он тяжело дышит, но самое страшное позади. Как ему удалось выбраться? Ключ к разгадке дерзкого побега в крышке. Ноги фокусника зажаты в крышке, она плотно закрывается. Видно, что замки настоящие. Но ассистентка незаметно выдвигает шпиндель из петель. Поэтому крышка легко открывается. Занавес поднимают. Фокусник подтягивается на ручке, спрятанной на внутренней поверхности крышки. Он высовывается наружу и набирает воздух. Снова погружается в воду, крышка возвращается на место. Он опускается на дно камеры. И зрители видят, что он все еще под водой. Занавес опускается, он снимает наручники. Они сконструированы специально для этого трюка. Видите, как быстро. Сняв наручники, он хватается за ручку, подтягивается и окончательно выбирается из камеры. Закрывает крышку. Для зрителей она по-прежнему крепко заперта. Пока вы переживаете жив ли фокусник в маске, он спокойно дожидается своего часа. Занавес поднимается, сам Гудини не смог бы его превзойти. Чем еще нас удивит фокусник в маске? Об этом в следующей серии нашей программы «Магия разоблачения».